ПЕСНЯ Здравствуйте! В прошлом видео я закончил словами, что мы с вами разобрали первый трек. И этот первый трек я назвал «Увертюрой». И помните, тогда же сказал, что, дескать, у нас теперь с вами в руках ключ, и с этим ключом мы можем двигаться дальше. А ещё я сказал, что Дима ощущает себя вот внутри этой самой кишки, которую назвал Хышханогом. И мы с вами не знаем, сумеет он из неё выбраться или нет. Но вот незадача. Пересмотрел я своё видео, послушал сам себя и понял, что сказал не всё. То есть вот да, заявил, что внутри кишки ощущает себя Дима, но сказать-то сказал, а слова свои надо как-то подтверждать. А ведь там, в этом первом треке, ну, давайте я приведу оттуда небольшой отрывок. Чтоб рыжая, как моторола, солнце небу живот вспорола, и в получившемся характере вязнет 100-154, и следом рыхлая аскорида увивается деловито. Ну, как и в прошлый раз, я выделяю некоторые слова, и поэтому, естественно, прошу обращать на них внимание, а сам вот буду пытаться как-то их комментировать. И здесь вот, видите, я выделил слово «моторола». Ну, я загляну для начала википедию, а что ж такое «моторола»? Это компания американская. Давайте напишу, что я там нашёл. Это произносится как «моторола инкорпорайтед». Американская компания, занимавшая в своё время лидерские позиции в области интегрированных телекоммуникаций и встроенных электронных систем. Ну, одним словом, это фирменный знак. Ну, если вы видите, что написано на моей доске, вернёмся к этому отрывку. «Моторола», ну, похоже, что Дим что-то другое имеет в виду. Иначе не написал бы «рыжая», «моторола рыжая». И тут мы без особого труда сообразим, что, скорее всего, речь идёт, конечно, не об американской компании, а о человеке по кличке «моторола». Ну, вот видите, я помещаю его фотографию на своей доске. И, ну, он действительно рыжий, да? И его зовут, это его настоящее имя, Арсен Павлов. Ну, кто-то считает этого человека героем, кто-то считает бандитом. Давайте сейчас я не стану углубляться в эту тему. Дима просто называет имя и сообщает, что солнце, рыжее, как «моторола», вспарывает живот небу. А дальше звучит слово «харакири». А харакири, как известно, японские самураи совершали сами. То есть не кто-то вспарывал им живот, а брали вот меч и вспарывали сами себе этот живот. Больше того, сделать харакири было привилегией исключительно самурайского сословия. То есть вот человек из толпы, не самурай, ну, просто не имел на это права. Ну, естественно, возникает вопрос. А почему, собственно, самураи вспарывали себе живот? Если вот мы с вами европейцы, да, и хотим сказать о человеке что-то плохое. Ну, может, он действительно плохой человек. И как мы это выразим, как мы это скажем? Ну, мы скажем, что вот у него там в голове грязные мысли, что что-то такое. Во всяком случае, оперировать будем к голове. А вот у японцев, ну, речь идёт о средневековье японском, было не так. У них главное заключалось именно в животе. То есть, ну, с точки зрения средневекового японца, живот – это нечто срединное в человеке, да? То есть это не голова, не ноги, а вот именно что-то в середине его тела находящееся. Ну, сейчас нас это с вами уведёт в философию дзен-буддизма. Я не хочу туда забираться, потому что мы слишком далеко уйдём от темы. Но сказать вот японцу, самураю, что у него грязный живот – это было вообще самым страшным оскорблением, какое только можно было ему нанести. Ну, и чтобы доказать, что это не так, самурай вот и совершал то, что совершал. То есть, вспадывал в себе живот и таким образом доказывал чистоту своих помыслов перед людьми, перед Богом, перед Сигуном. Ну, не буду опять забираться туда. А Дима поручает эту роль Моторолли. Не символу американской компании телекоммуникация, которая вам сказала, а рыжему Моторолли. Ну, если он так поступает, то, очевидно, желает нам этим что-то сказать. Я предполагаю, что рыжий Моторолла и есть Солнце на нашем сегодняшнем небосклоне. Ну, всё-таки ведь совершается характери. А вместо чистоты, видите, только что я вам сказал, для чего это делали японские самураи, чтобы доказать вот чистоту своих помыслов и так далее. А Дима нам вместо чистоты показывает что? Мы видим вязнущие в небе Ту-154. Ну, что значит вязнущие в небе Ту-154? Кто-то помнит, в 2016 году под Сочи разбился самолёт, вот именно, Ту-154, в котором летел, находился ансамбль Александра. И все люди погибли. То есть, ну, можно сказать как? Случайность, катастрофа. Ну, что-то вроде землетрясения. Ну, а мы знаем, когда случается землетрясение, ну, виновных искать смысла нет. Рок, да? Ну, так это можно назвать. А вот, видите, Дима нам всё это изобразил именно так, как изобразил. И, очевидно, желал или хотел, на мой взгляд, не только желал и хотел, но и сказал, что на самом-то деле в том, что случилось, «Виноваты мы все». Это просто вот расплата за наше, ну, я бы даже сказал, наплевательское отношение к тому, что происходит вокруг. За наше отношение к человеческой жизни. Цена которой в последние годы, ну, просто невероятно понизилась. И, будь эта цена повыше, то никогда рыжий Моторола не попал бы в героя. А он вот попал. И тогда становится понятнее, откуда вдруг на небе взялась эта самая Аскорида. Ну, что такое Аскорида, я думаю, все знают. Это червь, который пожирает наши внутренности. Наличие такого червя – это позор для самурая. А вот мы не стыдимся. Ну, что тут можно сказать, далеко нам до самураев. Ну, обратите внимание ещё на одну деталь. А у Димы все детали не случайные. Дима назвал этого червя рыхлым. Ну, а Аскорида-то на самом деле совсем не рыхлая. Ну, видите, я вам показываю её изображение. Омерзительное. Ну, червь есть червь. Больше того, ну, об этом тоже уже было сказано, и можете снова перечитать тот отрывок, что Дима помещает эту Аскориду, этого червя на небо. И, в общем-то, обходится с ним примерно как с Богом из оврага, о котором мы говорили с вами в предыдущем видео. Ну, помните, я сказал, и вроде бы как логика подсказывает, если Бог появился, то он с неба на нас должен бы посмотреть. Он нет. Он почему-то вот забрался во враг, уступив место этой самой Аскоридии. Ну, я тут понимаю Диму, ему нужен какой-то зрительный образ. А все мы с вами видели, да, это, в общем-то, не уникальное какое-то зрелище, когда очень-очень высоко летит самолёт, ну, и какой след он оставляет на небе. То есть, в общем-то, поначалу след достаточно такой тонкий бывает, острый, а потом он распыляется, распыляется и становится рыхлым. А ведь сказано у Димы, да, разбился-то Ту-154, то есть самолёт. Всё понятно. И вот очевидно, чтобы подчеркнуть эту связь вот между червём и вспоротым небом, Дима вот и идёт на эту подмену. То есть, мало того, что помещает Аскориду на небо, делает её ещё и рыхлой. Ну, простим мы такую подмену, поскольку она осмысленная в данном случае. Но зачем это всё проделывает Дима и к чему он, собственно, хочет нас подвести? А вот к тому. Опять я возвращаюсь к уже сказанному, сказанному в предыдущем видео, и сейчас я это повторил, что Дима ощущает себя внутри вот этого самого Кашханога, вот этой вот кишки. И мы с вами не знаем, сможет он из неё выбраться или нет. А кишка, ну, я человек любознательный, залез я в интернет, разыскал эту кишку и раскопал в одном месте, что она, оказывается, бывает, ну, невероятно длинная. Четыре метра написано. Ну, не знаю, насколько это соответствует истине, но во всяком случае то, что она действительно очень длинная, ну, не вызывает сомнений. И как мы, значит, узнаём теперь, что там, в этой самой кишке, вот он и наталкивается на эту аскориду. Ну, а сейчас я продолжу свой рассказ, и мы с вами узнаем, что на самом деле не только на аскориду он там натыкается, что в этой самой кишке водятся твари и пострашней. И вот от всего этого Дима хочет бежать. Ну, а это уже второй трек альбома. Называется второй трек «Хошханога», о котором мы с вами продолжаем говорить. «Шаг влево, шаг вправо». Ну, название само за себя говорящее. Раз Дима находится в кишке, установлен маршрут. Причём этот маршрут, Дима нам будет давать вот это понять, почувствовать, он не выбран Димой. Этот маршрут спущен откуда-то сверху. То есть навязан. Ну, я сказал «Откуда-то». Не ловите меня на слове, Дима потом укажет. Откуда этот маршрут пришёл, кем он навязан и так далее. А пока давайте будем продолжать, ну, отталкиваться от того, что имеем. Так вот, именно этот маршрут и привёл Диму в эту кишку. Или, если хотите, этот маршрут совпадает с этой самой кишкой. Ну, а если ты находишься внутри кишки, то что значит вот это шаг влево, шаг вправо? Это, очевидно, протест. То есть это непокорство. Это желание всё-таки вот как-то из этой кишки выбраться. А как из неё можно выбраться? Ну, очевидно, проделать дыру и вылезти наружу. А что дальше следует в этом треке? Прихлоп. Причём это словечко «прихлоп» Дима потом несколько раз повторит. То есть, значит, шаг вправо, шаг влево, прихлоп. То есть, всякая попытка проделать дыру и выбраться из этой кишки наружу будет воспринято как вот такой шаг вправо, шаг влево. Ну, и последует расплата. Ну, давайте обратимся непосредственно к самому треку, а то я пока всё как-то на пальцах рассказываю. Ведь трек начинается с чего? Со звука полицейской сирены. Где-то там едет полицейская машина, мы, я со своими наушниками сижу, слушаю, и это меня сразу настораживает, наводит на мысль, что должно произойти что-то недоброе. Ну, я жду, и, как оказывается, жду не напрасно, в том смысле, что это недоброе таки происходит. И сразу за сиреной мы продолжаем с вами слушать трек, идёт такой текст. Вот я его вам привожу. «Воздух, который, попробуй, прожуй, с телом моим обнимается мокро в комнату тесную, как поцелуй, небо, что форточник, втиснуло окорок. Я выхожу на костлявый балкон, полдень вокруг застывает, как олова. Что за восторг обладать веществом, тёплых горстей не хватало которого?» Ну, вы заметили, опять выделены некоторые слова. По-прежнему делаю это с умыслом. Ну, видите, вы и другое. Небо. Никто это небо не вспарывает. И аскориды на небе нет. Ну, чему, казалось бы, надо обрадоваться. Тут окорок появился. На небе ли где? Ну, появился этот окорок. И все мы, наверное, согласимся с тем, что окорок всё-таки лучше, чем кишечный червь. Ну, смущает одно слово. Форточник. А что такое форточник? Ведь это вор, грабитель. То есть это некто, кто проникает в квартиру вот через форточник. Ну, за это его так и называют. Ну, и что нам Дима хочет этим сказать? Очевидно то, что вот этот самый окорок достается людям вот только таким способом. Через форточку. То есть, ну, это метафора. Очевидно метафора. То есть нечестным путём. То есть когда совершается какой-то подлог, какая-то кража. То есть как-то не так, как должно было бы это, по идее, быть. Я уже сказал. Ну, окорок – это метафора. Конечно, метафора. И понимать его надо значительно шире, чем вот кусок мяса там или что-то такое. Это, очевидно, ну, какие-то жизненные блага. То есть то, чем, в общем-то, нуждается каждый человек, каждый нормальный человек хочет, чтобы у него это было. Ну, люди разные, желают разных вещей. Кому-то вот работать по любимой специальности, кому-то там, чтобы зарплата была соответствующая, не надо было сводить концы с концами. Ну, кто-то мечтает, там, квартира с удобствами, кому-то хочется путешествовать, ну, а кому-то просто наестся досыта. И вот, оказывается, не через форточку честным путём ничего этого не получишь. То есть форточка – снова метафора. Точно такая же, как и этот окорок, но уже метафора с другим наполнением. И вот Дима не хочет через форточку. То есть он не хочет вот ловчить и обманывать. Он хочет жить нормальной человеческой жизнью. И следствие, какое из этого вытекает? Ничего из вышеперечисленного у Димы нет. Ну, что я вам перечислил, да, там, работа, зарплата, квартира, там. Ну, то, о чём, в общем-то, мечтают, как я сказал, нормальные люди. То есть это не что-то там из ряда вон. Я не называл там замок, дворец или там собственный самолёт. Нет, вот такие, в общем-то, элементарные вещи. Так вот, не хочет Дима ловчить и обманывать. И, значит, как следствие, ничего этого у него нет. И он выходит на балкон. То есть, видите, опять давайте заглянем в тот текст. А балкон-то какой? Костлявый балкон. Ну, и когда я наткнулся на этот костлявый балкон, мне на ум сразу пришла поэма о Родине. Ну, был у Димы такой сингл. Я не буду приводить целиком, а приведу небольшой отрывочек оттуда. Ну, видите, сейчас мы разбираем трек, где он вышел на балкон, а там вот у него был вид из окна. Ну, параллель напрашивается сама собой. И там же, вот в этой поэме, несколькими строками ниже, вот после того, что я вам только что привёл, идут другие строки, отчасти повторяющие то, о чём уже было сказано. Ну, цепочка начинает распутываться, просто тут я уже остановиться не могу. Ну, читаю стихи в автомат. Что за автомат? В какой автомат читает стихи Дима? Может, он вошёл в будку телефона автомата? Нет-нет, тут совсем другой автомат имеется в виду. И, видите, я сказал, начинает распутываться цепочка. Поэма о Родине, а тут уже приходит на ум другой трек. Это из альбома «Любимые песни воображаемых людей». А трек назывался «Пуля дура». И там были такие строчки. «Не хочу быть красивым, не хочу быть богатым». Не хочет Дима этого. Он хочет другого. В рюкзаке стихотворения на собственном языке. То есть вот чего он хочет. Он хочет, чтобы вот были эти стихотворения, чтобы эти стихотворения можно было, ну, очевидно, раздать людям, чтобы они их услышали, ну, и так далее. То есть, видите, ну, совсем не об окороте мечтает Дима. Мечтать-то мечтает, а стихи приходится читать в дуло автомата. В дуло того самого автомата, из которого в любую минуту может вот вылететь эта самая пуля. Но когда из автомата вылетает пуля, не буду вам рассказывать, что получается. И все-таки «Моя Родина, моя Любовь» ну, и так далее. Несколько раз Дима повторит вот эту строчку «Моя Родина, моя Любовь». Ну, прям как у Лермонтова. Ну, давайте я вам из Лермонтова приведу. Все знают это стихотворение. Люблю отчизнуя странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия глубокой, ни темные старины заветные предания не шевелят во мне от радного мечтания. Но я люблю, за что, не знаю сам. Ну, вот видите, у Лермонтова последнюю строку я тоже выделил. Опять же, с умыслом, чтобы вот подчеркнуть эту параллель. Ну, на самом деле, видите, я вам только что Лермонтова привел, а мне и тюч на память пришел. Ведь у него были стихи о Родине. Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить. То есть, видите, Лермонтов любит странную любовь, не может объяснить себе истоки этой любви. И тетчик нам тоже не объясняет. Умом невозможно понять. Верить только надо. И тут я ловлю себя на том, что и у Димы это так. Ведь если перечитать, переслушать его поэму о Родине, то, как он изобразил там эту Родину, страшнее придумать, наверное, невозможно. И все-таки любит. Но, видите, отвлекся. Не получается у меня без отступлений. Вернемся к треку «Шаг влево, шаг вправо». Балкон, на который вышел Дима, костлявый. А что значит костлявый? Обглоданный. Это то, что осталось от окорока. И тут тогда становится понятнее, почему в голове Димы просыпается мысль обладать веществом. Ну, каким веществом, не стану комментировать, потому что, я уверен, все понимают, о каком веществе идет речь. То есть, если дырку проделать в кишке не удалось, выбраться наружу, никакой возможности нет, то убежать из этой самой кишки, а убежать-то хочется, остается, в общем-то, один единственный способ прибегнуть к этому самому веществу. Оправданный способ нет. Давайте мы сейчас об этом рассуждать не станем. я поговорю об этом в другом месте. А сейчас мне хочется вот понять этот повод уйти. Ведь, наверное, ни в одном все-таки костлявом балконе дело. Ну, и опять приходится обратиться к первому треку из альбома, треку, о котором мы говорили в двух предыдущих видео, но не зря я его назвал увертюрой, уж больно много там всего заложено, поэтому прошу прощения, что снова к нему возвращаюсь. А там был такой отрывочек, помещаю опять на своей доске. В тележках пустые сумки возят ангелы недоумки, и бог из бежевого врага глядит, как бешеная собака. это вот как я уже сказал интро вступление, то есть предыдущий трек. Ну, о боге и за врага и так далее, обо всем этом мы говорили достаточно обстоятельно, поэтому не хочу возвращаться. А вот ангелы недоумки, то есть оказывается, что и окружают-то вокруг вот люди вот такие же, то есть вот видят все это, понимают, видите, ходят с пустыми сумками и тем не менее. И вот все это и побуждает Диму бежать. Бежать, ну, прибегнув к тому способу, о котором я уже сказал, то есть воспользоваться этим самым веществом. Ну, воспользовался, и наступает расплата. И сейчас возвращаюсь к нашему треку. Шаг вправо, шаг влево, и вот такой там отрывок. Фамилия, имя, такой-то такой. Сухо бубнит, понятой, заторможенный. Все на столе разоложив предо мной, опер наводит порядок таможенный. Вот сигареты, ключи, телефон, падает тело в объятия морока. Вот-вот и пакетик с одним веществом, чтобы присесть не хватало которого. Вернулись мы с вами к этому веществу. И тут вдруг оказывается, приведу следующие строки, что там Дима нам наговорил или оказалось в его тексте дальше. Не грусти обо мне, но следи за собой. Бой. Где бы ты ни был, танцуй, друг мой. Не грусти обо мне, но следи за собой. Где бы ты ни был, танцуй, друг мой. И это, в общем-то, финал трека. Ну, странный, прям, скажем, какой-то финал. После всего, что случилось, танцуй, веселись. Ну, прям, как у Николая Гумилёва. Ну, вот, было у него такое стихотворение. Среди бесчисленных светил я вольно выбрал мир наш строгий. И в этом мире полюбил одни весёлые дороги. Весёлые дороги полюбил Николай Гумилёв. Ну, жизнь у него не просто сложилась, чем закончилась, даже не буду рассказывать, но выбрал вот весёлые дороги, несмотря на то, что вот так оно всё, ну, прям, скажем, не очень симпатично. Так ведь и с Димой происходит нечто аналогичное. Многое не нравится Диме вот в сегодняшней России. Но если вернуться к его поэме о родине, я помню поминутно понедельник в октябре, как я собирал на взятку розовому менту, боясь, что впарит десятку как кенту. А что это значит? Ну, то, что речь идёт всё о том же веществе, я думаю, тут объяснять не надо, все это поняли. Но взятку дать вот этому самому менту, то есть полицейскому, то есть оказывается, что если полицейскому дать взятку, то можно избежать наказания за вот то самое вещество, за его употребление, использование. Но тут самое главное это дать взятку, отмазаться одним словом, избежать наказания вот таким способом. То есть помните, я ведь сказал, не нравится Диме многое, да, на балкон он выходит и прочее, то есть нет ничего, нет вот тех благ, которые, в общем-то, хотел бы, наверное, он иметь. Но с другой стороны, этот окорок, который можно получить только через форточку, то есть исключительно обманным путем, не устраивает такой вариант Димы, он не хочет ловчить, он хочет жить нормальной, честной, открытой жизнью, то есть не хочет играть в эти игры, где вот за взятку можно что-то получить, то есть что такое взятка, кража та же самая, это опять же тот же самый окорок, то есть с одной стороны, не хочет Дима играть в эти игры, а с другой стороны, принимает правила этой А что делать? Вроде бы так тут можно рассудить, но если принимаешь из кишки не выберешься, ну и снова мне тут на память приходит Тютчев, куда сомнительней мне твой святая Русь прогресс житейский, была крестьянской ты избой, теперь ты сделалась лакейской, а ведь услужить, сунуть взятку, ведь это и есть лакейство, то есть видите, какое противоречие здесь назревает, ну я понимаю, что я разбирал трек и ушел вроде бы далеко в сторону, стал отвлекаться, вот видите, на Тетчева, на Лермонтова, стал отвлекаться на самого же Диму, на другие его тексты, на ту же поэму о родине, и даже вот пулю дуру вспомнил, ну не просто с мировоззрением у Димы, поскольку с одной стороны вроде бы декларирует одно, поступает вроде бы как-то иначе, видите, на Мотороле я задержал ваше внимание и в общем-то не получил вразумительного ответа и вам его не преподнес, Но давайте мы с вами не будем спешить с выводами, поскольку впереди нас ждут другие треки, и вот в частности третий трек с этого альбома «Никогда не будь». И вот будем надеяться, что это «Никогда не будь» прояснит что-то из того, что мы не поняли сейчас, и разберемся мы и с этим вопросом. Но никогда не будь, пусть это будет уже не в этом видео, а в следующем, потому что это требует долгого обстоятельного разговора, а сейчас попрощаемся и я как всегда пообещаю, что постараюсь как можно скорее вернуться на ваши экраны. До свидания. подогнал «Симон» 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 у